Здравствуйте! Мы волонтёры. Мы работаем, чтобы вы расписались. Ижевчанка Рафися Кабирова – инвалид второй группы. Из дома, а особенно сейчас, выходит редко. Сегодняшний визит волонтёров для женщины – важное событие. Для ходьбы ей необходима новая трость. Добровольцы привезли на том заявление, заполнив которое, хозяйка квартиры сделала нужный заказ. Мы с дочерью вместе инвалиды. И нам привезли, мы расписались. Сейчас будем ждать трости. Как вы раньше обходились волонтёров? Как вы заказывали? У меня заловка ездила, писала. Мы-то не можем идти. Вот, и она отдавала там, и нам звонили, говорили, когда подойти куда. Сейчас мы очень рады, что волонтёры появились. Очень рады, спасибо за всё. В эти дни десятки волонтёров по всей Удмуртии помогают подобными визитами на дом маломобильным и пожилым людям. В конце апреля региональное отделение фонда сострахования подписало соглашение о взаимодействии с общественным движением волонтёров-медиков. Добровольцы таким образом обеспечивают людей с ограниченными возможностями здоровья, техническими средствами реабилитации, колясками, протезами, слуховыми аппаратами. Людям остаётся только подписать бумагу и ждать посылку. Её тоже доставят волонтёры. Такая работа нужна, особенно сейчас в режим самоизоляции, так как пожилые люди и маломобильные граждане не выходят на улицу, и поэтому помощь волонтёров необходима для них. Раньше такой помощи не было. Сейчас доставка и средств самих быстрее происходит. И получается, люди очень довольны, очень радуются, что им не приходится куда-то ехать. На учёте в Удмуртском отделении фонда соцстрахования сейчас состоит 15 тысяч людей с инвалидностью, в том числе полторы тысячи детей-инвалидов. Заявки на приобретение необходимых средств реабилитации с начала этого года подали уже 10 тысяч человек, так что работы у волонтёров предстоит немало. Потребность в тех средствах реабилитации у людей не уменьшается. И мы должны со своей стороны обеспечить качественное изделие и должны обеспечить его своевременно. Именно поэтому мы, фонд социального страхования, обратились за помощью к волонтёрам. И, кстати, как рассказали в фонде соцстрахования, сотрудничество с волонтёрскими организациями Удмуртии будет продолжено и после снятия ограничительных мер. Дмитрий Вороновнин, Юрий Дроздов, Новости. Дмитрий Вороновнин, Юрий Дроздов, Новости.